В начале 20 века в Верхоленске, что в Иркутской губернии, жил солидный купец Андриан Черепанов. Мужик он был серьезный, статный, дела вел сам, работы не чурался. Первая его жена умерла, взрослые дети разъехались по огромной империи. А позже он встретил молодую купеческую дочку Анну Чемякину, которая была на 25 лет его моложе. Вскоре они поженились. Тут надо отметить, что Анна была весьма смелой девушкой с крутым нравом. Лично ходила на барах с грузом по реке Лена. Держала в узде и рабочих, и приказчиков. Вороватых самолично стягала кнутом и увольняла без оплаты. При этом и домашнее хозяйство вела умело. Дела шли весьма недурно. Ну вот, грянули сначала февральская, а затем и октябрьская революция. И Черепановых, и Чемякиных раскулачили. Семьи были разорены. А братьев Анны, которые рискнули встать на защиту семейного имущества, расстреляли. И Андриан, и Анна не собирались смиряться с произволом. Они ушли в подполье и вскоре сколотили банду. Главарем был Андриан, но неформально верховодила именно Анна. Ненависти в душе ее накопилось много. Из их совместных деяний уничтожение Верхоленского совета депутатов. Пленение отряда Красной армии, в котором оказался председатель Сибирской ЧК Иван Постоловский, который был ими расстрелян. Часто члены банды переодевались в красноармейцев и без всякой жалости грабили и убивали местных жителей, сочувствующих большевикам, дабы вызвать ненависть к новой власти. По мере разгрома Белого движения, банда Черепановых становилась все больше. Уже не только за счет бывших купцов-кулаков и недовольных большевистской властью, но и за счет офицеров и солдат, разбитых в частей Белой армии. Поэтому можно сказать, что банда совершала уже не просто налеты, а подняла целое восстание в Искутской губернии. В ноябре 1921 года Анна со своими людьми ворвалась в село Заплескино. И собственноручно убила шашкой нескольких коммунаров. Так же было сделано и в другом населенном пункте. Были и другие подвиги. Я специально не описываю подробные жестокие действия, потому что платформа тогда просто не пропустит ролик. Банда стала представлять серьезную опасность для утвердившейся советской власти. И за ней были посланы части особого назначения, Чон. Но они не могли поймать бандитов, у которых везде были свои люди. Только сами эти особые части теряли бойцов в засадах и неожиданных боях. Однажды в одном из таких боев Анну все-таки ранили в бедро. И вытащенную пулю она носила на шее как талисман всю жизнь. В 1922 году банда внезапно исчезла. Дело в том, что советская власть укрепилась уже по всей стране. И стала очевидна бессмысленность продолжения партизанской войны. Андриан и Анна Черепановы распустили свою шайку и уехали из этих мест. Сменив фамилию на Карепановых, они обосновались в отдаленной фактории Эвенкийского района. Черепанов добился успеха и вскоре стал заведующим этой факторией. А Анна была там же снабженцем. В 1936 году Черепанов в 70-летнем возрасте умер. Анна же работала уже на курорте в Забайкалье. Потом уехала в Красноярск, где благодаря прилежной работе достигла должности директора магазина. Была казначеем кассы взаимопомощи в одном из собесов Красноярска. Прошлое было далеким. Однако в 1970-х годах Анну Черепанову опознал житель Верхоленского уезда, гостивший в Красноярске у сына. Ребенком он видел Черепанову, убившую на его глазах его родителей, и запомнил ее лицо на всю жизнь. Даже спустя 50 лет он ее узнал. Началось следствие, которое смогло доказать, что кровавая атаманша банды Анна Черепанова и советская пенсионерка Анна Карепанова – один человек. Вот только осудить ее не удалось, так как вышли все сроки давности. Старуха так и не понесла наказание за свои злодеяния. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментариях. Всего хорошего и пока.